Привет, друзья! Вы на канале Код Фокус. И сегодня я расскажу вам, как ускорить верстку. Для начала познакомимся с галп. Галп – это такая штука, которая поможет нам автоматически делать рутинную работу. Такую, как минификация кода, проставление префиксов, сжатие картинок. Представьте, это очень удобно. Например, вам нужно сжать 500 картинок. И вам вручную приходится в фотошопе сжимать каждую картинку. Галп это может сделать с помощью одной команды. Давайте попробуем для начала его установить. Для этого я сделаю папочку «Тест». Конечно же, мы всегда смотрим в документацию. Ребята, совет вам на будущее. Просто смотрите в документацию. Откроем нашу папочку с помощью любого редактора кода. В моем случае это будет Visual Studio Code. Запустим терминал. В документации нам написано «Проверить ноду». У меня нода стоит. Версия 10. Что же такое нода? Нода – платформа для разработки. Выполняет действия на стороне клиента. У вас стоять она не будет. Поэтому набираем в гугле «Ноджс.ворк». Документация. И качаем текущую версию для нашей операционной системы. После того, как скачали, обязательно проверяем. «Нод», «Минус», «Минус», «Версия». Далее. Это не все. Далее нам нужно установить пакетный менеджер NPM. NPM расшифровывается как «Нод Package Manager». Это инструмент, который мы тоже будем использовать. В документации написано «Проверить версию». У меня NPM стоит. Скорее всего, у вас NPM стоять не будет. Поэтому обращаемся к документации. Нам нужно поставить NPM глобально. NPM install с флагом «Г». Либо «Минус», «Минус», «Глобал». Прекрасно. Поставили, проверили. Далее возвращаемся к нашей документации. Далее как раз-таки нам нужно установить галп. Копируем команду и вставляем. У меня галп стоит, поэтому я этого делать не буду. Далее, как написано в документации. Создаем файл «Package.json». Можно создать руками, но поскольку в документации написано через командную строку, будем делать точно так же. Что такое Package.json? Package.json – это файл, который будет содержать всю информацию о проекте. И поэтому, когда мы написали «Инициализировать файл Package.json», консоль у нас спрашивает имя, версия, описание и так далее. Я просто нажимаю Enter, и файлик у нас создается автоматически, со стандартными настройками. Далее, возвращаясь к документации, нам надо установить NPM в конкретном проекте. Затем ставим галп. Ну, галп у нас скачался. Проверяем версию. Версия «Кли» и локальная версия. Далее возвращаемся к документации. Она нам предлагает создать файлик галп файл.js. Можно создать руками, но поскольку мы с вами ленивые люди, сделаем это командной строкой. Мы ускоряем работу. Старайтесь больше привыкать к командной строке, потому что это гораздо упростит работу. Вот у нас есть галп файл. Далее, документация нам предлагает дефолтную функцию. Копируем. Вставляем. Здесь мы напишем что-нибудь типа вывода в консоль. Далее нам надо это запустить. Поскольку это дефолтная функция, она будет запускаться галп-дефолт. Сохранить файлик. Не забываем сохранить. А, печаточка. Вот. В консоли вывелось hello.gulp. Для примера напишу 1. Сохраню. Не могу никак привыкнуть к Visual Studio Code. Hello.gulp 1. Если вдруг у вас тут написано много задач, то мы можем воспользоваться простой штукой. Например, Перечисли нам все задачи, находящиеся в нашем галп-файле в консольке. Вот он нам написал, что у нас есть дефолт. Называем как угодно. Исполняем как угодно. Давайте, например, Сделаем Что-нибудь, какую-нибудь фигню для того, чтобы посмотреть список. Что-то я не туда нажимаю. Сохранили. И посмотрели список. У нас вывелся список. У нас есть функция hello и есть функция cons. Запускаем функция cons для того, чтобы удостовериться, что оно работает. Hello list. Поздравляю, галп мы поставили.